Лиги Чемпионов Это Милан против Интера Решающий матч Лиги Чемпионов уже здесь Мы начинали наш первый репортаж, когда было 32 команды в турнире, а на дворе стояла осень Сегодня теплее и осталось только две команды, две лучшие команды Одна из которых станет лучшей из лучших среди клубов в Европе Стартовый состав Милана вашему вниманию Тренер выпустил всего одного нападающего Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки Ты знаешь, что из-за строительства Олд Траффорд Манчестер Юнайтед стали называть денежными мешками Все из-за того, что изначальная смета стадионов 60 тысяч фунтов постоянно увеличивалась И в итоге легендарный Джон Генри Дэвис, спасший клуб от банкротства, заплатил за Олд Траффорд 80 тысяч фунтов Ну, современного человека эти суммы не впечатлят Но, чтобы понять масштабы, представьте, что самые безумные трансферы того времени Обходились клубом где-то в районе тысячи фунтов Интер с первых минут играет в таком составе 4-3-3 сложной девяткой у них, если не ошибаюсь Да, так и есть интересный выбор на этот матч Навязал тот соперник борьбу за мяч КК Перед вами два сильнейших клуба Старого Света прямо сейчас Они преодолели долгий путь, но окончание турнира уже совсем рядом Совсем скоро мы увидим трофей в руках капитана одной из команд Пока же сосредоточимся на игре Они возвращают себе мяч Я бы не позавидовал тем, кто будет играть против КК Прекрасно видит поле, скорость, дриблинг, все есть у него Но это прирожденный диспетчер, будет, конечно, строить атаки через партнеров И своего обязательно добьется Поэтому защите надо быть сегодня предельно внимательнее Решили хозяева сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга Будет сложно гостям мяч удержать, если они, конечно, вообще такое планировали Ставка на прессинг может как за, так и против сыграть Весь матч играть в отборе по всему полю будет, конечно, крайне сложно И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в свободные зоны Которые этот прессинг, разумеется, открывает Посмотрим, как все сложится в этом матче Выбили у него мяч, кому он достанется? Кларенс Зейдорф Филиппо Индзаги Йот! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря Алессандро Нестер Контролирует мяч Милан Соперник пока никак не может его перехватить. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Самуэль Это. Мяч у Это. В Италии существует давняя традиция называть дерби именами известных достопримечательностей из соответствующих городов. Действительно, так, например, миланское дерби зовется дерби де ла Мадонина по имени статуи Девы Марии, которая располагается на верхушке знаменитого Миланского собора. Андреа Пирло. Нужно играть мяч не у вратаря. Важнейший отбор он сделал. Пандев. Играет в пас команда. Какой-то, знаете, между собойчик. Хорошо тут сыгран. Он не нуждается в представлении. Гаттузо. Пирло. И здесь не торопится команда. Долго разыгрывает мяч перед самой штрафной. Зейдор. Счет открыт! Еще активнее должна пойти игра после этого забитого мяча, ведь это финал Лиги Чемпионов. Очень хорошо видно, как они четко в пас сыграли в этой атаке. Слаженные команды и действия. Но из такого расстояния обычно не промахивается. Прекрасный результативный удар. Пока все складывается удачно для его команды. Доволен Карл Анчелоти. 1-0. Сейчас будет веселее. Пандев. Не получается сохранить мяч. Андреа Пирло. Ну вот сюда пришлось отойти, чтобы получить мяч. После рикошета мяч уходит в аут. Андреа Пирло. Можно продолжать игру. Чисто сыграно. Санетти. Настоящий капитан, настоящий джентльмен на поле. И это не пустые слова. Своё первое удаление за Интер в серии А он заработал лишь на 551 матче. Представьте себе. Невероятно. Если учесть, что Санетти был игроком оборонительным. И игроком, в общем-то, достаточно жестким. Можно забивать здесь. Берет удар на себя. У Интера появляется возможность забить ответный мяч. Угловой они подадут. Самое скопление игроков. Угловой подадут. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Возвращает он пас. Блокирует удар. Хорошо сыграно. Филиппо Индзаги. Это Андреа Пирло. Не хватило сил, чтобы сохранить владение. Медель. Хороший отрезок сейчас проводит Интер. Играют они в пас. Не дает добраться до мяча соперник. Это О. А теперь Санетти с мячом. Многолетний Капитан. А вот сейчас может быть опасно. Отдает он передачу. Отличный отбор мяча. Уходит команда на перерыв. За 45 минут забит один единственный гол. Первый тайм закончен. Пока не очень результативный футбол получается. Все силы ушли пока на борьбу. Игры как таковой, к сожалению, не получилось. Раздался свисток судьи. И у нас продолжается финал Лиги Чемпионов. Мяч потерян. Теперь он у соперника. Ка-Ка. Не спеша перекатывает мяч на своей половине поля. Выигрывающая сторона. Хорошо было бы, если бы мяч у них сейчас отняли и заставили победу. Атака набирает оборот. Они ищут возможность забить. Бей, бей, не стесняйся. Гатузо. Один из лучших итальянских игроков выступил. Уже на два гола они впереди. И это может стать большой проблемой для соперника. Время-то есть, но и разница серьезная. Повторяют нам гол. Отличную игру в пас тут, конечно, стоит отметить. И в завершении все четко было. Здорово разобрался с прессингом защиты. И хорошо пробил. Хорошее настроение у тренера. У его команды сегодня все получается. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команда не остановится. Откровенно плохо сыграно в обороне. Ошибка в пользу атаки. Можно играть дальше, считает орбитер. Это ООО. Угловой будет в пользу Интера. Ну что, давайте еще раз посмотрим, как был забит этот мяч. Мяч попадает в левый нижний угол ворот после хорошего удара из пределов штрафной. В центр штрафной подан мяч углового. Никаких дивидендов в атакующей стороне. Этот угловой не принес. Хорош вратарь. Зейдорф. Кака с мячом. Андреа Пирло. Будешь навешивать-то, а? Так, есть удар. Гол. Хет-три гон оформляет. Это точно лучший игрок матча. Может и на четвертый гол замахнется. Очень хороший прострел у него получился. Нам повторяют этот гол. И, конечно, надо отметить прекрасный удар после выхода один на один. Очень здорово сыграно. Команда сегодня забивает ногу. Уже 3-0 счет и матч еще не закончен. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры с манкой. Санетти. Настоящий капитан, настоящий джентльмен на поле. И это не пустые слова. Своё первое удаление за Интер в серии А он заработал лишь на 551 матче. Представьте себе. Невероятно. Если учесть, что Санетти был игроком оборонительным. И игроком, в общем-то, достаточно жестким. Зейдорф получил мяч. Кака. Это Филиппо Инзаги. И ближе к воротам игра переходит. Мяч у Гатуза, а плот надежности, всегда играет на грани фола. Интересно понаблюдать за ним. Держу пари, все его лучшие качества, никуда не делись. Мяч переходит к сопернику. Отличный шанс есть для контратаки. Санетти, настоящий капитан, настоящий джентльмен на поле. И это не пустые слова. Своё первое удаление за Интер в серии А он заработал лишь на 551 матче. Представьте себе. Невероятно. Если учесть, что Санетти был игроком оборонительным и игроком, в общем-то, достаточно жестким. Итак, планку судья обозначил. Сегодня можно и побороться в прямом смысле слова. Да, и я бы сказал, что этот момент, например, тянул на жёлтую. Наступает время замен. Оба тренера бросают в бой свежих игроков. Интер заработал угловой удар. Подали мяч с углового в центр штрафной. И мяч в штрафной. И навесить тут нужно. Филиппо Индзаги. Отличный пас на ход. Разрезающий пас. Но мяч достается сопернику. Четверть часа ещё играть команду. Отбор. Чисто сыграно. Очень опасно может быть. Ждёт он вариантов для атаки. Пас не получился. Перехват. Высоко они играют сейчас. И мяч перехватили. Это он. Защитник должен снимать такой навес, что он и делает. И удар должен последовать. Хороший момент сумели превратить в гол. Но поздно спохватились. Скоро финальный свисток. Повторяют нам гол. Обратите внимание, как неуверенно сыграл вратарь. К сожалению, для него этот мяч почти что полностью на его совести. Не справился он с первым ударом, как должен был. И с добиванием мяч всё-таки оказался в воротах. Тем временем у нас 3-1. Здорово всё, как они играют в пас. Тут только и остаётся, что нарушать команде соперников. Кларенс Эйдорф. Кака. Это Филиппо Инзаги. И мяч перехвачен. Санетти. Настоящий капитан, настоящий джентльмен на поле. И это не пустые слова. Своё первое удаление за Интер в серия он заработал лишь на 551-м матче. Представьте себе. Невероятно. Если учесть, что Санетти был игроком оборонительным и игроком, в общем-то, достаточно жёстким. Они снова с мячом. Пас перехвачен. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Филиппо Инзаги. Я думаю, это великий момент. Победа в Лиге Чемпионов войдёт в историю каждого члена этой команды и всего клуба. Они были лучшими на протяжении всего турнира и заслужили эту победу. Тут и добавить нечего. Мы всё видели своими глазами. Это был отличный финал, как и весь сложнейший путь победителей к решающему матчу. Сейчас будет награжение. И капитаны и другие игроки команды наконец-то смогут поднять этот кубок, к которому они так долго шли и за который сражались. Ещё раз поздравим команду и игроков с победой в Лиге Чемпионов. Они этот кубок безусловно заслужили. Пришло время наконец-то получить кубок. Игроки команды по одному заходят на подиум. Торжественный момент. Момент для фотокамер и истории. Поднятый кубок Лиги Чемпионов. Тут есть чем гордиться. Разумеется. Но гордость и история – это всё в будущем. А пока что они рады, что победили. Рады быть здесь на этом стадионе. Рады поднять кубок над головой. Молодцы, ребята!